Доброе утро, дорогие коллеги! И, наверное, стоит начать сегодняшний день с краткого обзора. Ну, наверное, так краткого обзора не получится всего, что было вчера. Но какие-то важные элементы вчерашних всех мероприятий отметить. Значит, смотрите, у нас все состоялось. Все секции, которые пошли после обеда, как самое интересное наше событие, вы могли посмотреть. И надо сказать, что все записи всех секций, ну и, конечно же, пленарных докладов, они будут после нашей конференции выложены в открытом доступе. Буквально с 30-го числа все это будет в открытом доступе. И можно будет отпуск посвятить тому, что временами все посмотреть у вас все равно не получится. Это невозможно. Но весь отпуск посвятить тому, чтобы поискать какие-то интересные темы, на кооперации с которыми могут рождаться новые исследовательские проекты и дальше перерастать в какие-то более крупные разработнические вещи, которые могут быть применены в столичной системе образования и за ее пределами. Также я должен сказать, что вчера у нас как раз с 13 до 16, ну очень не у нас, а везде в мире, случился сбой Microsoft Teams. Вот покажите, пожалуйста, слайд. Это с официального сайта Microsoft, где было видно, что вот это время, видите, возрос пик сбоев, сообщений о сбоях. И у нас были сложности. Значит, сложности эти состояли в том, что все внешние наши коллеги, которые не имели прямой ссылки на Microsoft Teams, а подключались через сайт, они не могли попасть. Ну то есть все те, кто заранее как бы спланировал свое участие в секции, имел соответствующую ссылку, сразу попадали, а все те, кто не имел такой реальной ссылки, они кликали на нашем сайте на участие, и тогда компьютер их переправлял сначала на сайт Microsoft, а потом должен был бы переправить в приложение, либо, значит, на какой-то другой сайт, который бы обеспечивал трансляцию. И вот эта первая транзакция, зайти сначала на сайт Microsoft, она не срабатывала, потому что у них там все упало. Вот это, так сказать, значит, вот эти внешние обстоятельства. Но потом, во-первых, все починилось, и те, кто смог, решил запускать ссылку не с сайта, не с компьютера, а через мобильное приложение, через планшетник или телефон, они все хорошо заходили и все тоже участвовали. Ну, во-первых, надеемся, что сегодня ничего такого не будет, а если это и будет, да, то просто надо посоветовать всем нашим внешним коллегам, кто пришел участвовать, значит, использовать планшет или телефон для того, чтобы, значит, зайти и все это дело смотреть. Но надо сказать, что это вот по всему миру такое было. Надеюсь, что сегодня ничего подобного не состоится, и все смогут все смотреть. Ну и, конечно же, все будет выложено дальше в открытом доступе. Сегодняшняя открытая дискуссия первоначально замысливалась и должна была быть посвящена проблематике оценки качества. Но мы проанализировали секционные доклады, пленарные обсуждения и поняли, что у нас достаточно емко и много эта тема представлена. Поэтому мы вот как бы предваряем тему дня тем, что обсуждаем, а что же, собственно, является фокусом, предметом оценивания, что происходит с университетами, куда они движутся. Любезно согласился со мной на эту тему сегодня поговорить Александр Сергеевич Тверской. Все это в полной мере в сфере его интересов, поскольку он, как заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы, как раз отвечает за вопросы работы с вузами и научными организациями. Есть целая, вы знаете, грантовая программа в этой области, ну и много чего делается в столичной системе по этому поводу. Ну а главными нашими докладчиками сегодня будут Павел Брунович Мордуляш, руководитель проектных работ Института общественных стратегий. Он подключится к нам удаленно, поскольку, так сказать, находится в командировке сейчас. Вообще Павел Брунович объехал очень много вузов, участвуя в программе «Приоритет-2030» в 5-100 в качестве внешнего эксперта. Некоторые помнят, что он работал и у нас на серии наших выездных семинаров, и мы имели возможность с ним вступать в разные дискуссии. И вот сейчас он подготовил очень интересную, с моей точки зрения, публикацию, как же устроен вот этот типовой нынешний университет. Ну и, конечно, как бы нам важен и дальний горизонт, и мы надеемся, что в какое-то время там, в предстоящем учебном году, мы провезем форсайт-сессию на эту тему. И здесь мы пригласили Валерия Сергеевича Ефимова, который руководит Центром стратегических исследований и разработок Сибирского федерального университета, и, в общем, много лет занимается построением горизонтов университетского развития, то есть формированием таких устойчивых стратегических перспектив, которые бы вытягивали университет на новые горизонты. Может быть, мы с Валерием Сергеевичем и начнем, если все в порядке с подключением. Мы запланировали по 20 минут, до 20 минут, можно меньше сообщений от коллег, и дальше вопросы и дискуссия. Валерий Сергеевич. Да, добрый день. Добрый день. Начинаем? Начинаем. Так, у нас предварительно был разговор, почему-то предполагалось, что Павел начнет говорить про университеты настоящего. Ну, я готов говорить про университеты будущего. Добрый день, коллеги. Добрый день, модератор Игорь Михайлович. Ну, я начинаю свое выступление. Слышно меня нормально? Да, очень хорошо. Несколько таких вводных слов. Да, мы все выросли из университетов, и университеты нам кажутся существовавшими всегда. И моя задача, я считаю, непростой, распредметить университет, увидеть его в исторической динамике, понять логику развития университетов и представить, что есть университет настоящего и университет будущего. В своем выступлении я буду говорить об университете не в натуральном смысле, как здании, учебном процессе, тип управления. Я буду обсуждать университет с высоты птичьего полета, как исторический тип, как идеальную форму. Нам важно будет понять, как изменялись модели университетов. Ну и, собственно, предметом обсуждения будет университет 4.0 или, как мы говорим, университет послезавтра. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Ну, несколько слов о нашей деятельности. То есть мы, в общем, работаем с будущим. Это означает, что мы работаем и над стратегиями развития, и над прогнозами, и форсайтные вещи мы делаем. И одна из ключевых тем – это тема будущих университетов. Следующий слайд. Ну вот смотрите, для меня важно различить сейчас два способа об обсуждении университетов. В первом обсуждается тело университета, его конкретная реализация в определенном месте, в определенное время. Такие – эмпирический подход. Во втором обсуждается идея, смысл, значение университета как общественного института. Ну и на слайде представлены основные работы, которые задают пространство обсуждения истории настоящего и будущего университетов. Одни из них фокусируются на эмпирических исследованиях и обобщениях, другие – на концептуально-теоретических разработках. Следующий слайд. Я представляю здесь ключевой слайд, представленный в работе «Висимы», где на основании анализа исторических материалов, интервью преподавателей и сотрудников нескольких ведущих университетов, автор выделяет три поколения университетов. Ну и в каком-то смысле это классика сейчас. При этом важно отметить, что университет третьего поколения, предпринимательский университет, «Висима» считает, что он будет существовать и доминировать как образцовая модель до 2300 года. Ну то есть в каком-то смысле будущее закрыто, до 2300 года про будущее университетов по «Висиму» можно не думать. Следующий слайд, пожалуйста. Петр Щедровицкий с авторами рассматривает образовательные формации, вводит в свою единицу, которые связаны с определенным типом мыследеятельности. Ну, понятие мыследеятельности, конструкция мыследеятельности введена была в московском методологическом кружке Георгий Петровичем Щедровицким. Я про это говорить не буду, ну то есть это как бы отдельная тема для обсуждений. При этом в рамках системы разделения труда университеты обеспечивают образование и жизненный цикл знаний, а другие учреждения подготовку и жизненный цикл навыка. Но при этом мы понимаем, что университет – это не просто название в правовых документах и так далее, а это еще и определенная сущность. Это означает, что часть университетов вполне могут работать в формате подготовки и поддержания жизненного цикла навыка. В данной схеме, предложенной Петром Щедровицким, университет 3.0 также будет доминировать до 2300 года. Следующий слайд. Ну и собственно вопрос, да, каким будет университет будущего? Или правильнее, каким может быть университет будущего? В отношении университета будущего возможны лишь продуктивные гипотезы и прожектные конструкции. Ну вот и сейчас, собственно, одну из таких конструкций я вам и буду представлять. Следующий слайд. Я буду обсуждать поколение университетов и способ выделения поколений и особенностей этих поколений. Но, к сожалению, я не смогу сделать это развернуто, потому что время на доклад короткое. Но как бы основные штрихи я постараюсь удержать. Мы понимаем, что университет существует в истории. Мы рассматриваем масштабно социально-экономические изменения в фазовой логике, где каждая фаза может быть описана в производственно-технологическом, социально-культурном и антропологическом аспектах. Мы в настоящее время живем в ситуации фазового перехода, который обсуждается как масштабные изменения. Производственно-технологические, трансформация социума, меняются представления о человеке. Университет существует в обществе и решает определенные общительные задачи. И в каком-то смысле он соответствует фазе исторического развития общества. Он может опережать эту фазу. И тогда он будет задавать, собственно, вариант будущего. Он может отставать от этой ситуации, тогда он становится консервативным учреждением. Ну и, собственно, небольшую разметку поколений университетов. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, на такой картинке, то есть понятно, да, университет 1.0 возник в средние века как корпорация интеллектуалов. Это период бурного развития городов, появления запросов на людей умственного труда, врачи, теологи, юристы, дипломаты. Вообще университет относится к основным общественным институтам, как государство, армия, церковь и имеет, ну, скоро тысячелетнюю собственную историю. В университете 1.0 были выстроены образцы интеллектуальной деятельности, нормы коммуникации, представления результатов и получения соответствующих квалификаций. То есть университет 1.0 институциализировал интеллектуальную деятельность и начал воспроизводить само сообщество интеллектуалов. В университете 2.0 были развернуты научные представления, и в этом смысле формировалась другая картина мира. Производство знаний, были созданы научные лаборатории и разработаны методы научного исследования, подтверждения и опровержения их. Мы знаем университет 2.0 как исследовательский университет, его прототип – Берлинский университет Гумбольда, в котором студенты должны были не просто получать известные знания, но и участвовать в научных исследованиях. Университет 3.0 известен как предпринимательский университет, где не просто проводятся исследования и идет передача знаний студентам, но и осваивается предпринимательская При этом сам университет становится предпринимателем, в нем создаются условия для предпринимательской деятельности преподавателей и студентов. Ну и мы знаем Стэнфордский университет, Кремниевая долина – это высокий образец предпринимательского университета. Следующий слайд. Теперь смотрите, вот для нас это ключевой вопрос. Как можно и нужно думать про университет? Университет – такая большая, равносторонняя организация. И выделить в нем главное, и поэтому, например, различать разные поколения университетов и замысливать университет следующего поколения, для этого нужен инструментарий. То есть мы работаем и предлагаем такую категориальную схему, где различается деятельностное, социальное и антропологическое измерение. В деятельностном измерении университет воспроизводит деятельности за счет образования, реализует деятельности, исследует инновационную экспертную. И смотрите, и важно, создает новые деятельности, новые практики. В социальном измерении он, с одной стороны, воспроизводит социальные нормы отношения, формы коммуникации, воспроизводит социальную структуру через воспроизводство элит интеллектуаров, интеллектуалов, лидеров. С другой стороны, он может создавать и новые особенности социальных изменений. В антропологическом воспроизводит человека, передает ценности, знания, картины мира. И смотрите, что важно, дает пространство свободы для экспериментов с образами человека, новыми формами персональной жизни. То есть, через эти категории мы можем понять, чем принципиально отличаются университеты разного поколения, и что мы можем ждать от университета четвертого поколения, университета 4.0. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это такая внутренняя кухня, позиция университета в рамках одного поколения. То есть, мы выделяем университет Фронтира, который, собственно, является вот этой передовой площадкой будущего в настоящем, который создает новые формы мышления, деятельности, знаний и технологий. Новые формы социальности, отношений, общности, институты, системы ценностей бытия человека. Университеты ядра воспроизводят новые формы, ну и так далее по списку, да. И, ну вот я понимаю, что Павел Мордуляш будет про это говорить более развернуто. Есть университеты, которые мы называем университеты периферии, которые воспроизводят или имитируют воспроизводство устаревшей форм мышления, деятельности и образов человека. И всегда, ну если мы, как бы, честны перед собой, то мы задаем вопрос, кто мы как университет? Какую позицию мы занимаем или на какую позицию претендует наш университет? Следующий слайд. Это наша, как бы, базовая гипотеза, ну или концепт университета будущего университета 4.0. Я не буду описывать изменения особенностей деятельностные, социальные, антропологические, которые, ну как мы мыслим и опираясь на обзор литературы, экспертов и так далее, когнитивную фазу. Я буду говорить просто про университет 4.0, про ключевые элементы. В деятельностном аспекте университет 4.0 разрабатывает ценностные и рациональные основания для новых практик разных типов. Технологии для развертывания целых действительностей коллективных и персональных миров целостных. Разработка когнитивных технологий, в первую очередь технологии работы коллективного интеллекта, гибридного интеллекта, того, что связано с искусственным интеллектом. В социальном университет, как базовый общественный институт, создает и поддерживает новые единицы мыслящей сети, мыслящие среды. И, соответственно, во взаимодействии с другими институтами и агентами, акторами общества, университет может выступать как платформа для взаимодействия с существованием коллективных интеллектов, таких мультисапиенсов. В антропологическом залоге главное, что человек в университете – это субъект поисковой пробной активности. В каком-то смысле университет становится той площадкой, на которой можно опробовать будущее, опробовать себя будущего, опробовать какие-то формы активности, связанные с будущим. И это такая песочница, да, и это является легитимной деятельностью университета. 4.0. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и теперь я, собственно, хочу вернуться и показать на пять линий эволюции или изменения развития университетов, которые мы считаем возможными и которые в ближайшие 5, 10, 15-летия будут происходить. С одной стороны, формируется, выделяется, ну я буду говорить про тип, хотя не обязательно, что это такие отдельные прямо университеты, да, это может быть тип активности существующих университетов. Это университет мышления, где с одной стороны происходит освоение реализации базовых форм мышления, мышление как творчество, мышление как возможности быстрой и широкой профессионализации. Сейчас, когда мы работаем с молодежью, университеты работают с молодежью, речь идет о подготовке их деятельности. И в этом смысле инструмент это упаковка их нужными знаниями, компетенциями, которые не могут употреблять. В ситуации, когда сами деятельности, профессии будут быстро меняться, нужен другой инструмент. И мышление как раз может быть таким инструментом быстрой и широкой профессионализации. Второй тип университета – университет взросления или университет для студентов. Ну то есть мы должны понимать, что подготовка к профессиональной деятельности – это такой важный элемент университета 2.0, да, когда формируется новая индустриальная производство, и человека нужно из аграрного до индустриального формата перевести в другой, да, индустриальный формат существования, индустриальный формат деятельности. И там вот подготовка кадров высокопрофессиональных для рабочих мест по заказчику – это модель университета 2.0. Но мы понимаем, что многие студенты учатся в университете не для того, чтобы пойти работать по этой профессии и тем более всю жизнь, да. Важным является, собственно, полноценная форма жизни молодежи, где с одной стороны идет освоение деятельности, с другой стороны складываются сообщества, которые часто существуют в течение всей жизни, и с третьей стороны впрямую решается задача личностного развития. Университет-платформа обеспечивает широкий безбарьерный доступ к партнерскому участию в деятельности университета у всех заинтересованных акторов. Ну, это сейчас уже классика. В отношении цифрового университета, пока у нас скептическое отношение к этому. Ну да, будет эффективная система управления, будет выстроена образовательная логистика, учет и контроль. Но риск движения в эту сторону состоит в том, что может произойти, и она уже происходит, консервация устаревшего содержания образования. Даже не содержание образования университета 3.0, а скорее университета 2.0 и университета 1.0. Университет-супермаркет, с одной стороны, здорово, да, он имеет более широкие экономические основания для такого самостоятельного движения, ориентирован на широкий спектр образовательных услуг. С другой стороны, риск скатиться в продажу диплома, утраты ценностей, содержания образования, ну, очень высок. Мы тоже это наблюдаем. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, собственно, такая первая проходка по интересным для нас университетам. Университет мышления включен в фронтирные исследования и разработки. В университете практикуются сложные формы мышления. Проводятся разработки в области мышления, философии, методологии, практики мышления. Смотрите, и что важно, мышление в университете не случайно и периферийно. Когда два умных человека собрались на кафедре и что-то обсуждают, да, или даже какой-то семинарчик проходит. Оно институционально обустроено. Созданы соответствующие организационные формы, площадки, запуски, поддержки и так далее. И в университете существует культ мышления. Вот, ну, сейчас в тех университетах, в которых я бываю, культа мышления нет. Мышление вообще не обсуждается. На такой прямой вопрос к метрам университетским. Как устроено ваше профессиональное мышление или профессиональное мышление в вашей области, вы скорее увидите удивленные глаза, чем получите развернутый ответ. И тоже важно, что университет умеет капитализировать бренд мышления. Ну, то есть на этом нужно, и он должен научиться зарабатывать на этом бренде. Следующий слайд. Уже поджимаемся. Да, все, я заканчиваю, да. Ну, про университет для студентов я уже сказал. И здесь, конечно, очень важно, чтобы была запущена собственная активность студентов с учетом их интересов, организованной ситуации самоопределения, выбора, взятия ответственности и так далее. И практики личностного роста, ну, которые, собственно, помогают человеку состояться. Следующий слайд. Университет-платформа, ну, здесь даже нет смысла что-то обсуждать. То есть это более-менее понятные вещи. Есть риски, что при этом сама сущность университета может размыться, и он станет такой торгово-коммуникативной площадкой. Но, с другой стороны, как форма, это точно может быть реализовано. Следующий слайд, последний. Ну, и, собственно, МГПУ, 2023 год. И есть будущее. По какой линии пойдет университет, какие идеи он начнет опробировать на себе, какие у него уже реализованы, да, и могут быть с этим соотнесены, какие-то другие новые есть. Это, конечно, очень интересный вопрос. Я понимаю, что на конференции его обсуждать, он, с одной стороны, неявно обсуждается, с другой стороны, было бы интересно, если бы это обсуждение было развернуто дальше. Последний слайд. Спасибо. Спасибо за внимание. Надеюсь, что у нас будет интересное обсуждение. Спасибо, Валерий Сергеевич. Мне больше всего понравилось, что там есть опция «Другой университет». Да, нам есть куда самоопределяться. Павел Брунович, вот скажите, а Ваша картинка, учитывая вот Ваши… И Вы сейчас даже, по-моему, где-то работаете, да, с каким-то университетом, если я не ошибаюсь. Вот Ваша картинка, она соотносится с той типологией, которую Валерий Сергеевич представил? Или, с Вашей точки зрения, вот таким естественным образом складывается какая-то другая типология? Что там происходит? Давайте так. Поскольку я буду говорить о российских университетах, то нет, не складывается. Значит, в общем и целом, эта типология, которую развернул Валерий Сергеевич, она имеет место быть. Это не значит, что нам в качестве цели своего университета, цели развития своего университета, нужно выбирать что-то из этой типологии. На мой взгляд, все сложнее. Сложнее и немножко запутаннее даже. Но интереснее, на мой взгляд. Ну и Вы как-то развернуто нам про это расскажете? Стараюсь. Да, давайте. По своему роду деятельности я работаю со многими университетами. Так получилось последние лет 20, что, в общем-то, я как, ну, можно считать, консультант по организационному развитию. В общем-то, там, с достаточно большим количеством российских университетов работал. И некоторое обобщение ситуации с тем, как обстоит дело организационно в российских университетах, я бы с этого и хотел начать. То есть, вот по тем первому или второму слайду, Валерий Сергеевич, когда он там нарисовал концептуальные работы и работы теоретические обобщения. Вот моя работа, то и то, что я сейчас буду говорить, оно находится в нижней части, там, где он нарисовал теоретические обобщения. Он говорил из верхней части, из концепции, А я из того, что есть. Поэтому, понимаете, поэтому ход в будущее у меня немножко другой, поскольку из другого места. Следующий слайд, пожалуйста, первый. Значит, я буду говорить об обычном российском университете. Я считаю, что с организационной точки зрения сейчас практически все университеты в нашей стране одинаковые. Некоторым просто повезло, они готовят, ну, например, медиков, поэтому не испытывают проблем с деньгами, да, или строителей. Поэтому у них огромные ниры. Но это им просто повезло. А по сути они одинаковые. У них у всех одни и те же неправильности. Вот я хочу сказать, почему неправильности. Да, кстати, я хочу сразу же сказать главный вывод своего, ну, своего доклада. В чем проблема? Ну, и потихоньку к этому подведу. Отсутствие субъектности. Подавляющее большинство университетов, ну, на мой взгляд, буквально там за исключением трех-четырех, не обладают субъектностью. Они просто организация, которая выполняет определенные функции. Вот к этому я подведу. Ну, а сначала пойду издалека. Сначала пойду, так сказать, анализирую разные аспекты деятельности университета. Просто по аспектам деятельности. Следующий слайд. Начнем, естественно, с управления. Будьте добры. Управление. Обычный российский университет категорически разделен на очень слабо пересекающиеся зоны. И все занимаются своим. Наука занимается своим, образование своим. Жалкие, извиняюсь за такое выражение, ну, очень маленькие подразделения, занимающиеся практическими разработками для практических целей, в большинстве случаев небольшие, занимаются своим. Все эти подразделения инфансируются по-разному. Административно управляются по разным линиям. Люди, человеческие капиталы, не пересекаются. Преподатели не хотят заниматься наукой. Ученые не хотят преподавать. И им это мешает. И их можно понять. Они заняты совершенно разным делом. В этом смысле наши университеты целостным университетом не являются. И нет университетских целей, как цели университета. Ни в образовании, ни в науке, ни в разработке. Верхнее звено администрации занимается контактами с ФАИВами, федеральными органами власти, привлечением оттуда денег, отчеты. Среднее звено управляет процессами. А сервисы, бухгалтерии, юридисты обеспечивают руководство и, в общем-то, совершенно безразличны к базовым процессам, к образованию, к науке, потому что у них функция, как правило, обеспечить руководство. Следующий слайд. Человеческий капитал. Вторая по важности аспект того, что мы называем университетом. Главное – это, конечно, свой и чужой. Речь идет не о профессиональных качествах тех или иных сотрудников. Речь идет о том, наш он или не наш. Доходит до смешного. Многие университеты, большие и крупные, образованы путем слияния. Прошло 10 лет во многих из них. И по-прежнему те сотрудники, которые были в том университете, который пошел, и в том, который другой, который был центром объединения, не пересекаются. Они сидят в разных зданиях, они учат по своим программам. Бывший ректор стал первым проректором. И все замечательно. То есть там свои-свои, а тут свои-свои. И друг другу они чужие. Как следствие, очень много, конечно, критических замечаний можно сделать. Бывают случаи, когда люди просто неадекватные, а их никто не трогает на их должностях. Потому что, так сказать, вот. Но подобного рода критика, я думаю, можно самим все вспомнить. Непрофессионализм сервисов. То есть очень редко, когда люди, занимающиеся обеспечением базовых процессов, действительно являются профессионалами своей должности. Как правило, они непрофессиональны. Но это следствие вот этого того же, свой-чужой. Ну и, как следствие, когда создаются новые деятельности, новые функции, появляются иногда новые люди. Но вот процесс внедрения нового упирается в том числе вот в эту характеристику человеческого капитала. Вот это базовый принцип. Отсюда многие проблемы, которые связаны с внедрением новых принципов организации образовательных программ и так далее. Я так нарисовал небольшую такую схемку поясняющую. То есть подавляющее большинство сотрудников, иногда даже дети тех сотрудников, которые раньше работали в этих университетах. Ну уж, по крайней мере, подавляющее большинство связаны они с той же отрасли и друг с другом знакомы вне университета. То есть вся вот эта профессиональная работа, все принципы того, по какому принципу отбирают людей на должности, они как бы опосредованы вот этим отношением. Следующий слайд. Мне не хотелось бы, кстати, такое замечание, пока следующий слайд, да, будьте добры, чтобы мой доклад воспринимался как какая-то редкая критика. Я не критикую, так есть у всех. В этом смысле, да, вот, да, будьте добры, но, по-моему, там другой слайд, вы проскочили. Будьте добры, обратно. Да, наука и разработка. И практические разработки. Наука и практические разработки живут на самофинансировании. Они зарабатывают гранты, они зарабатывают на нерах. Соответственно, честно говоря, администрация даже не имеет морального права ставить им повестку, потому что она не обеспечена финансово. А финансово люди сами себе зарабатывают. Отсюда повестка науки в университете определяется самими группами от достигнутого, да еще с спецификой, что нужно же отчитаться по гранту. То есть, как правило, то, что заявляется в качестве научного результата, оно должно быть достигнуто 100%. Сами понимаете, к чему это приводит. А ведь повестка, да, я же буду говорить, если вспомнить то, с чего я начал, я же буду говорить про субъектность, про необходимость субъектностью университета. А при таким образом определяемая повестка вряд ли можно говорить о фронтирах, научных фронтирах, о каких-то прорывных открытиях и так далее. Вот еще один фактор, я тут пометил шестой пункт, нерапростые задачи. Получается такой замкнутый круг. Отсутствие другого финансирования, необходимость зарабатывать, приводит к тому, что научные подразделения решают простые задачи. А на простых задачах нельзя много заработать и сделать задел на будущее. Ну и получается такой замкнутый круг, и многие университеты не могут из него вырваться. Зачастую есть случаи, когда есть запрос на крупные прорывные исследования от крупных компаний, корпораций или даже от ФАИВ. Но университеты не могут их выполнить. Уже по тем причинам, что слишком затянулась эта ситуация. Коммерционализация. Отдельная история и очень хорошо связанная с тем, о чем говорил Валерий Сергеевич. С предпринимательским университетом. Как правило, для того, чтобы довести научную разработку до практики, необходимо пройти очень длинный путь готовности продукта. А, как правило, научное подразделение может отвечать только за один конкретный путь. И если университет начинает достраивать, то это огромные деньги, а ведь результат никто не гарантировал. В общем-то, ни одна организация в мире не может выстроить целиком этот путь. Всегда все взаимодействуют друг с другом. А взаимодействие наших университетов с другими структурами – это отдельная песня. Я там в конце немножко про это скажу, но это очень трудно. Отсюда то, что связано с предпринимательством, ну, у нас в силу организационных и кадровых человеческих капитал причин практически невозможно. Следующий слайд. Я буду достаточно быстрым. Образование. Образование, как правило, идет по старинке. Значит, по старинке. Содержание образовательных программ дел меняется, кардинально меняется, или иначе обновляется достаточно редко. Это связано во многом с тем, что невозможно, его невозможно изменить. Оно крепится, вот образовательная программа крепится на нескольких организациях, как правило, на кафедрах. Никто из которых, ну, или как, ответственность за образовательный результат, как правило, размыта. Попытка внедрения людей, ропов, ну, или позиции, в этом смысле там не обязательно один человек, да, это же может быть позиция, ответственно за образовательный результат, упирается в то, что возможность изменения тех, кто читает программу, тех, кто реализует программу, я не правильно оговорился, реализует программу, требует их мобильности внутри университета. А еще более того, попытка внедрения индивидуальных образовательных траекторий студентов, это чтобы студент мог влиять на свой образовательный результат, требует мобильности студентов. Но при существующих креплениях, организационных креплениях, это невозможно наладить мобильность. Мобильность требует другого организационного оформления образовательной программы. Некоторые создают крупные институты и внутри них реализуют образовательные программы, в которых может быть выбор содержания, выбор технологий, выбор тех, кто будет реализовывать этого. Но это чрезвычайно трудно. У нас все организовано кафедрально, а кафедры для этого не предпособлены. Просто организационно, чисто логически это невозможно. Магистратуры. У нас буквально несколько университетов реализуют магистратуры привязки к научным работам. Ну, то есть, есть научная группа ведущей исследований, есть магистратура. Или магистратура как профессиональная школа. Тоже большая редкость. Хотя по смыслу магистратуры именно это. У нас она превратилась в... В некоторых университетах это превратилось в возможность со срочкой от армии. Не более. Опять же, вот я хочу подчеркнуть. Я не стремлюсь критиковать. Я фиксирую то, что я вижу. То, что я вижу в тех университетах, с которыми работаю. Следующий слайд. Выпускники, молодежная политика. Очень интересная вещь. Многие университеты стремятся привлечь выпускников в качестве возможных спонсоров своего университета. Возможных каких-то людей, как-то влияющих на него, как-то помогающих ему. Но ведь студент, попадая к нам в университет, попадает в конвейерную обработку. Он деталь, двигающаяся по конвейерной линии. И преподаватель это всего-навсего обрабатывающий станок. Почему потом человек, выйдя из этой конвейерной обработки, будет как-то взаимодействовать с этим местом? Совершенно не очевидно. И большинство, в общем-то, не испытывает тепла по отношению к своей Alma Mater. Именно потому, что базовый процесс, который всегда является базовым процессом в университете, коммуникация, поверх которого разворачивается мышление, о котором говорил Виктор, его нет. Его нет по отношению к студентам. Ну, его нет и между преподавателями и учеными. Но это уже, как бы, следующего порядка надо обсуждать. Но если нет коммуникации со студентами, то странно ожидать потом, что будет отношение другое. Фестивали, я имею в виду, что здесь фестивальный способ работы с молодежной политикой. И, конечно, проведение каких-то мероприятий, конечно, это не приводит к реальным процессам, которые могли бы обеспечить те компетенции, ради которых многие и учатся. Кампус. Отношение к кампусу как к набору зданий, куда люди как-то втиснутся и будут проводить там образование и научные исследования. Как-нибудь они там устроятся. Более того, новые кампусы, которые сейчас строятся, зачастую строятся по тому же принципу. Нарежем квадратики, а люди там что-то такое устроят. То есть понятие университетского пространства. И в этом смысле то, что говорил Валерий Сергеевич, требует немножко другого подхода, в том числе и к зданию. В том числе и к тому пространству, где могут разворачиваться эти процессы. Но для этого нужно эти процессы проектировать до того, как проектируется здание. Что говорить? Взаимодействие с другими организациями не рассматривается как ресурс для развития. А если это так, то вот эта дополнительная польза, дополнительная сила, дополнительный ресурс не используется. И в лучшем случае это аутсорс. Следующий слайд. Я завершил. Вот это критический аспект своего доклада. Будьте добры. Да. Вот. И позитивный тезис к тому, что главное это субъектность. Дело в том, что, в общем-то, мир многоукладен. Общество, любое общество, и наше, и, там, я не знаю, любое другое, оно многоукладно. И есть место для многих разных типов университета. И все они замечательные. Сильные. Вот, например, на 20-й год насчитывалось более 20 университетов, в которых было больше 20 нобелевских лауреатов, которых в то или иное время так или иначе были как-то ассоциированы нобелевские лауреаты. Это задает лицо университета. Всего таких там около сотни, с кем были аффилированы нобелевские лауреаты. Но это задает лицо университета. Сильное какое-нибудь направление. Биохимия, математика, все что угодно. Но если университету есть чем гордиться. Например, сильный, естественно, научный бакалавриат. Юридическая школа. Университет, в котором больше всего профессоров миллионеров. Такой университет есть, да, мы его знаем. В Израиле. Значит, они так наладили работу, что профессора делали свои открытия и помогают потом это реализовать в практике. Представляете, там огромное количество профессоров миллионеры и все замечательно. Это лицо университета. Университет, который готовит больше всего политических лидеров для своей страны. Это тоже лицо университета. Вот эта вот субъектность. Я думаю, что сильный университет, это тот университет, куда стремятся попасть сильные профессионалы и сильные студенты. Я понимаю, что немножко такое определение масло-масляное. Но я же говорю из обобщения снизу, да, из обобщения текущей ситуации. Я не претендую на концептуальность в данном случае. Поэтому могу себе позволить. Думаю, такое не очень внятное выражение. Субъектность университета – это то, где хотелось бы работать. Это то место, которое мы потом можем гордиться, говорить своим детям. Ну, я лет 5, 6, 10 даже отработал в таком-то университете. Есть что вспомнить. И вот задать эту субъектность можно по-разному. Способов, путей очень много. Вопрос только выбрать этот путь. И поскольку у меня немножко времени осталось, я попробую немножко двинуться туда. Вот как можно выбрать тот или иной путь трансформации. Можно следующий слайд и сразу же следующий слайд. А, да, стоп, 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 вот этот, вот этот. Не-не-не, нет. Я хотел вам спасибо за понимание прокрутить. Да. Куда можно трансформироваться? Что может являться критерием выбора нашего пути? Опять же, я говорю, исходя из обобщения тех случаев, когда университеты действительно решались на такой путь. Во-первых, конечно, мы должны понимать, что мы есть. В этом смысле гордиться старыми достижениями полезно, но это не единственное, что можно взять с собой в будущее. На основании чего можно построить это будущее. Как правило, анализ ситуаций и анализ контекста, в который устроен университет, это достаточно серьезная работа, и необходимо это четко понимать. Образ будущего, вот этот вот выбор того, что мы хотим. Валерий Сергеевич нарисовал там целую развертку концептуальных, исходя из концептуальных соображений. Как правило, все-таки команда, которая затевает трансформацию, выбирает попроще, но с оглядкой на подобную роду концептуализации. И вот эта вот команда, она необходима. В общем, достаточно такой банальный тезис, что не бывает субъектности организации без субъекта, который стоит, команда имеется в виду, да, не личность, а позиция, которая стоит во главе этой организации. У Фихте, я себе позволил выдрать цитату, есть такая цитата, нет знания без совести. Он это говорил по поводу науки, по поводу научных исследований, о том, что не бывает научных результатов, неопосредованных нами, тем, кто проводит исследования, неопосредованных личностью того, кто проводит исследования. Нет знаний без совести. Но по отношению к такой структуре, как университет, это верно стократно. Нельзя что-то делать, не имея субъектности, не имея себя, своих целей, своих задач, своего понимания того, что нужно делать. К сожалению, в очень многих случаях команда университетов, руководство университетов, тут нельзя говорить слово команда, просто декомпозирует задачи, которые дает министерство. Такое есть иногда просто в явном виде, и иногда люди это, ну, как бы не очень даже стесняются так говорить про себя. Вот минимальный набор того, что нужно для задач трансформации, это команда, понимание проблем, которые должны быть изменены, справлены в процессе этой трансформации, ситуация, которую мы понимаем про себя, и, конечно, тот замечательный образ будущего, который нам хотелось бы иметь, и который, конечно же, никогда не будет достижим, но по пути к которому мы можем что-то сделать. Скажите, пожалуйста, сколько у меня времени осталось? Уже не осталось времени, Павел Бронович. Да, тогда я замолчал. Ну, что же, коллеги, у нас осталось время только обменяться репликами, у нас есть несколько вопросов в чате, может быть, Александр Сергеевич хотел бы прокомментировать, ну, вот как бы с его позиции, с видения разных московских университетов, насколько это ложится на ту реальность, с которой вы работаете? Ну, Игорь Михайлович, во-первых, я могу сказать, что я получил удовольствие от того, что я сейчас услышал, причем сравнение таких двух интересных докладчиков, где в одном месте определенный, настоящий, я не могу сказать, что он достаточно позитивный, а в другом, с чего мы начали, довольно неопределенное будущее, потому что если бы я понимал бы, что в какой-то момент, что там 300 лет назад люди сидят и планируют, какой университет будет сегодня, наверное, я точно бы понимал бы, что и мы сегодня можем планировать, какой университет будет через 300 лет. Но вместе с тем, у меня, знаете, вопрос такой, может быть, предопределен моей позиции, моей роли, в которой нахожусь я здесь, на этом эфире. А вот скажите, пожалуйста, как человеку, который занимается вместе с Игорем Михайловичем развитие университета, причем педагогического университета, который воспроизводит не только образование, науку, но и учителей, которые, соответственно, готовят будущих граждан и так далее и тому подобное, сможет ли вы ответить мне на вопрос, но если нет, значит, давайте просто пообсуждаем очень коротко. А какой вы считаете правильный выбор вектор финансирования, вектор ожидания от результатов университета, если я, как представитель органов исполнительной власти, предопределяю определенное направление, куда вкладывать, условно, государственные деньги для развития университета. Вот можно ли ответить на этот вопрос? Я бы с удовольствием услышал. Если нет, если требовать дополнительной доработки, я бы с удовольствием еще раз провел бы такую дискуссию, уже понимая, условно, куда дальше двигаться, в том числе на развитие университета, вот конкретно нашего городского. Вроде бы как раз это такая апологетика органов управления. И у Валерия Сергеевича, и у Павла Бруноча можно было сделать вывод о том, что они мало вообще влияют на развитие университета. Нет. Я бы не согласился. Вот, кстати, по этому поводу... Я бы не согласился. По этому поводу тоже много вопросов было на Ютьюбе. Все-таки кто влияет, кто главный вот такой движитель, чтобы изменения пошли? Какие у вас версии? Ну, смотрите, я считаю, что город, который учредил университет, и представители города вполне могут быть вот этим коллективным субъектом, да? То есть тогда, ну, собственно, руководство, команда университета и городская власть начинают думать, как университет может вообще формировать горожан. Какие люди в школах нужны для того, чтобы здесь вырастали горожане, чтобы город получил тот человеческий капитал, который, ну, собственно, формирует его перспективу. То есть в этом смысле вы не сторонний человек, который дал деньги и ушел, да? Или там деньги, получил товар и доволен. Вы фактически становитесь соучастником вот этого направления развития, усиления, трансформации университета. И понимая тогда, тогда вы понимаете, ваше дело вы инвестируете, какой вы результат можете получить. И это не просто количество голов, да? Это другое качество людей. Павел Брунович, у вас версия есть, да? Да, да, да. Очень, вот, очень важно, очень важно доверие. К сожалению, финансирование, как правило, идет чуть ли не смертным образом. И когда идет финансирование бюджетных денег, ну, это понятно, что они бюджетные, то они идут по очень строгим правилам. И в этом смысле их легче не тратить, чем потратить немножко неправильно. И если есть такая возможность, то надо предоставлять такое финансирование, за которое бы руководству университета было не страшно. Это гораздо важнее, чем тонкая, точная постановка задачи. Задачу лучше ставить вместе, совместно, потому что я полностью согласен с Валерия Сергеевичем, что в данном случае команда, руководство, городское руководство входит в команду тех, кто обеспечивает развитие университета. Но возможность работы, дальнейшего исполнения тех задач, которые вы сформулируете как команда, должна быть у университета. А это очень важно. Я говорю как практика. Извините, да? Я просто понимаю, как это все потом произойдет. Но финансирование, вот совместная выработка задач, но дальше должен быть какую-то возможность реализовать эту задачу. Интересно, спасибо. Спасибо. Я считаю, что... Ну вот у нас буквально... Я хочу сказать, что я считаю вас, в институте, который имеет свою субъектность. Ну да, ну и дальше версии, как она может возникать. Я так понимаю, есть разные сюжеты. Есть там какая-то команда, которая доминирует на фокусе учредителя, на фокусе заказчика. Есть команды, наоборот, которые выращиваются изнутри. И за счет того, что они набирают внешних партнеров, они приобретают эту самую устойчивость. И в какой-то момент они объединяются, да, и говорят, а давайте мы теперь все вместе университет поведем, да, поскольку у них есть, ну, как бы уверенность, устойчивость и так далее. И тот и другой вариант, по-видимому, возможен. Да, ситуация вся конкретная. Все сильные университеты разные, каждый реализует по-своему. Ну что же, вот, может быть, этот вопрос не стоит дальше портить более мелкими вопросами, да. Значит, и мы зафиксируем это прерванное действие, да. И я думаю, что мы еще продолжим эту дискуссию на обычных наших университетских семинарах, связанных и с развитием университета, и с выработкой предложений для системы образования в целом. Тем более, что вы знаете, сейчас начался эксперимент, несколько вузов в него вошли, по развитию новой структуры системы образования, в первую очередь. Это связано с образовательными стандартами, мы во всем этом тоже активно участвуем, и это задаст определенную перспективу на нашу дальнейшую работу. Всем спасибо, все это в записи можно будет пересмотреть, мы движемся дальше по программе. Продолжение следует...